Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию Коринфянам Первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем вместе с вами рассматривать девятую главу этого послания. В этой главе апостол, по-видимому, извиняется за свою настойчивость, с какой он понуждал Коринфян исполнить долг милосердия. Об этом с первого по пятый стих. И продолжает давать указания относительно того, каким образом следует им это делать. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюся вами пред македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». Ахайи Павел называет ту местность, где находился и Коринф. Поэтому, говоря об Ахаи, он говорит и о Коринфе. И он хвалит их за то, что они еще с прошлого года приготовили необходимое пожертвование. Далее, третий стих. «Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя вас не оказалась отчетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены». С одной стороны, он хвалит их за то, что они уже с прошедшего года проявили свою готовность. С другой стороны, он направляет к ним своих соработников, чтобы они вдохновили их ревность и помогли бы им в сборе необходимого пожертвования. «И чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас неготовыми, не остались я в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью». Здесь он объясняет, для чего он посылает братьев. Это были и его сотрудники, апостола Павла, соработники и представители из самой Иерусалимской церкви. Так как сбор пожертвований – это дело достаточно щепетильное, то здесь нужно было создать что-то наподобие ревизионной комиссии, которая с самого начала рассматривала все как положено. Пятый стих. «Посему я и почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор». Здесь апостол Павел обращает внимание на то, что они уже заявили о своем желании помочь еще с прошедшего года, но чтобы это было бы не только заявление, но и исполнение делом того, что они пообещали, то он посылает своих помощников, чтобы они помогли бы им. Итак, с 1 по 5 стих, в этих стихах, которые мы прочитали, апостол обращается к коринфянам с большим уважением и очень тактично, хотя он, кажется, и извиняется за то, что так настойчиво понуждает их к благотворительности, тем не менее продолжает это делать, обнаруживая тем самым свою сильную озабоченность этим вопросом. В еврейском народе обращают внимание на то, что когда Авраам встречает трех ангелов, которые были иконой Святой Троицы, он предлагает им отведать хлеба. Но он готовит для них тельца упитанного, мясные, молочные продукты, и все это подает к столу. И урок такой. Праведники, они говорят о малом, но делают что-то очень большое. Сказав о хлебе, Авраам устроил настоящий пир. А грешники, наоборот, и нечестивцы. А они обещают много, но в результате почти ничего не делают. А если делают, то какую-то малость. В блаженной памяти священник Даниил Сысоев пишет, в этой главе апостол Павел продолжает тему милостыни, которую необходимо собирать для церквей Божьих в Иудее. Продолжая тему, апостол говорит, «Я понимаю, что мне и учить-то вас нечему, потому что вы служите образцом, и я вами всегда хвалюсь». Отец Даниил как бы перефразирует слова Павла. Далее отец Даниил продолжает. «Павел заявляет, что коринфяне уже готовы, и он ими хвалится перед Македонской церковью. Он говорит, что вся Ахая, то есть центральная Греция, давно уже помогает милостыню. Теперь же боится, что похвала была ложной. Апостол Павел действует, следуя очень важному миссионерскому принципу. Так, обращаясь к незнакомому человеку, можно поступать по-разному», рассуждает отец Даниил Сысоев. Можно сказать так. «Ой, грешник, в церковь не ходит, пьет, ругается, свинья этакая». А в результате ответят. «Иди ты отсюда». Но можно сказать и так. «Ну, мы-то с вами понимаем, что вы люди нормальные, вы, конечно, каждое воскресенье в церковь ходите, что вас учить?» Человек смутится и скажет, «Вроде не каждое воскресенье». Или скажешь какому-нибудь хулигану, «Ты, конечно, отца с матерью всегда слушаешься, учителей уважаешь, ты прекрасный, благородный человек, мы-то с тобой все понимаем». А он начнет в уголочек зажиматься от смущения. Павел говорит, «Как замечательно, что ваша горячность, ваше рвение собирает пожертвование для находящихся в гонении церкви Иерусалимской. Столь многих уже это горение водошевило». Причем думается, что апостол Павел здесь не преувеличил, и воодушевление у коринфян было, а вот до дела руки не доходили. Есть такой тип людей, у которых языки длинные, и они постоянно строят грандиозные планы, но как доходит до дела, отступаются. Сразу говорят, что некогда, невозможно и так далее. Конец цитаты в блаженной памяти священника Данила Сосоева. Далее мы читаем 9 главу 2-го постания Коринфяна. Павел продолжает. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». То есть тот человек, который делает что-либо без расположения сердца, он как бы крадет саму себя награду. То есть он в любом случае как бы отдает то, что обещал, но наличие расположения сердца удовлетворяет Бога. А отсутствие такого расположения может даже огорчить Бога. Как в русском народе говорят, «не вольник, не богомольник». Так и в милостыне, благотворительности каждый должен действовать открыто, с добрым сердцем. Восьмой и девятый стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Вот здесь апостол Павел касается важного вопроса. Христиане должны быть богаты на всякое доброе дело. В том смысле, что богатство это некое поручение от Бога. Далее девятый стих и ниже. «Как написано, расточил, раздал нищим. Правда его пребывает в век». То есть тот, кто отдает, на самом деле он приобретает. Он бы рано или поздно проил бы эти богатства, потратил бы эти деньги. Но когда он отдает, он уже никогда этого не теряет. Как и сказано, что сокровища надо копить не на земле, где моль и ржа разъедает, и где воры подкапывают и крадут. Христос учит, что надо копить сокровища на небесах, где моль и ржа не разъедает, и где воры не подкапывают и не крадут. Десятый стих. Апостол Павел продолжает. «Дающий же семя, сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие, посеянному вами, и умножит плоды правды вашей». Здесь он рассматривает две позиции. Человек не просто дает хлеб, он дает семена для того, чтобы нуждающийся мог посеять их и собрать свой урожай. Очень важно, когда мы создаем некие социальные условия для бедных людей, чтобы они сами смогли воспроизводить некий достаток у себя, а не просто так откупаемся от них какими-то подачками, и непонятно, куда это идет. Далее, одиннадцатый стих. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Здесь Павел продолжает тему о том, что богатство и щедрость, которые проявляются, это действительно осознание того, что богатство — это поручение от Бога. И человек щедро жертвует то, что бог ему послал, понимая, что бог послал не только ему, но и через него другим людям. Далее. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». То есть мы не только восполняем скудость нуждающихся, но мы порождаем благодарение Бога. Те люди, которые получают такую помощь, они благодарят Бога и за нас в том числе, что мы оказываем им помощь. 13-14 стих. «Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». То есть наша верность Евангелию проявляется в том числе и в благотворительности. «Молясь за вас по расположению к вам за преизбыточествующую в вас благодать Божию». Благодать Божия – это не что-то такое, что дается только для тебя. В послании к римлянам Павел пишет, что благодать апостольства мы получаем для того, чтобы покорять вере и прочие народы, между которыми мы находимся. А когда мы благовествуем и подтверждаем нашу проповедь, наше благовестие еще и благотворительностью, это усиливает восприятие от нашего благовествования. Как и Христос говорит в Нагорной проповеди, «И так да светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». И 15 стих апостол Павел как бы начинает молиться, он восклицает «благодарение Богу за неизреченный дар его». Итак, в стихе 6 по 15, то, что мы прочитали, указание апостола относительно того, какие правила следует соблюдать в деле благотворительности, чтобы оно совершалось должным образом. Очень важно, чтобы мы не только исполняли требуемое от нас, но исполняли так, как нам предписано. Заметьте, какого деяния апостол ожидал от коринфян. Деяния щедрого. В 5 стихе апостол Павел намекал, что пожертвование должно делаться великодушно, щедро, то есть без привкуса жадности. Этот привкус может все испортить. Также апостол настаивает на том, что наше пожертвование должно быть обдуманным, не спонтанным, а обдуманным. Каждый уделяй по расположению сердца. Дела милосердия, как и любые другие добрые дела, должны совершаться обдуманно и намеренно, а не спонтанно. Это очень важно. И в Дидахе, в книге, где излагается учение 12 апостолов, даже сказано, «Пусть милостыня твоя запотеет твоей руке», то есть действует обдуманно. Потом очень важно, когда мы все это делаем доброхотно, то есть сколько бы мы ни давали, много или мало, мы должны давать доброхотно, а не с горчением и не с принуждением. И очень важно, когда мы совмещаем с молитвой благотворительность и с постом благотворительность. Читаем. Это текст из порока Исаии, 58 глава, с 3 по 11 стих. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Это как бы вопросы, которые задаются Богу. Далее. «Вот в день поста вашего» – это как бы ответ от Бога. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. «Таков ли тот пост, говорит Господь, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел». Некоторым кажется, что так и надо поститься. Но это на самом деле самолюбование, акт самолюбования. И Господь продолжает. «Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных, отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой». Хлеб твой – это эфемизм, то есть любое пропитание, которое у тебя есть. «Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Ну, это в Ветхом Завете. «И от единокровного твоего не укрывайся». А в Новом Завете любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. И далее Господь говорит через пророка Исаию, «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, воззапеешь, и Он скажет, «Вот я, когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякнут». Напоминаю, это пророк Исаия, 58 глава, с 3 по 11 стих. Здесь как бы Господь объясняет, почему Он иногда не обращает внимания на наши посты, иногда как бы не слышит наши молитвы, потому что мы, когда постимся, или когда молимся, не всегда принимаем нравственные решения. А главное нравственное решение, это думать не только о себе, но и о других, о ближних, о ближней в евангельском понимании, это всякий человек, которого Господь посылает нам. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы рассмотрели с вами девятую главу, и если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать десятую главу второго послания Коринфянам. Подписывайтесь на библейский портал Экзогет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok